Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Евгений Ширяев. Рядом со мной сидит сестры-сестра, жены-сестра Юлия, лучший психолог страны. И сегодня будет тематическая передача. Сегодня мы поговорим о компетенции. Ораторское искусство, презентация, презентация себя, социальные сети. Вся эта лабуда, в которой я специалист. Тем, кому это полезно, оставайтесь. А тем, кому просто охота весело и дружелюбно, комфортно провести время, тоже оставайтесь. Это жопа-шоу. Сейчас была заставка жопа-шоу. Я планирую полетать на квадрокоптере, показать осень. И на фоне осени будет слова жопа-шоу. Жень, а почему жопа-шоу? Это название родилось спонтанно, но родилось у меня еще в голове давно, потом недавно. И когда я снимал видео, я думал, я понимал, что это нужно сделать так. А при монтаже, я вижу, от этого не уйдешь. Есть тематика или нет? Все, что хочешь, ты снимаешь? На данный момент есть тематика. Наша тема – это твой запрос, который является запросом. Кратко просто скажи, что надо тебе. У меня запрос на улучшение своих ораторских навыков. То есть у меня есть некий опыт в прошлом выступления, но, как мне кажется, его недостаточно для того, чтобы начать что-то делать более существенное, чем просто выкладывать фотографии в интернете. Какие практические инструменты можно использовать для того, чтобы научиться самопрезентации, ораторскому мастерству, как сделать так, чтобы твой рассказ заинтересовал слушателя и удержал его. Давай по порядку. Давай. Что самое главное, что вот сейчас не хватает. Без этого мне тяжело опубликовывать свои видосики вонючки и писать словечки к своим фотографиям вот этим. А для чего? Да для чего? Потому что мы же продаем. Мы продаем какой-то продукт, который у нас есть. В данном ключе у нас есть Юлия, и она, извини меня, лучший психолог страны. Ити школотить. И, конечно же, хочется ввести Инстаграм, чтобы был нарост, прирост, чтобы заросло все людьми, которым это нравится, которым это полезно и которые заказывают тебя и платят тебе, извини меня, 3,5 тысячи рублей в час. Сечете, да, кто здесь сидит? Поэтому в описании будет ссылка, это реклама бесплатная, по-образски, конечно. И смотри, это видео посмотрят в начале тысячи две человек, потом 2 миллиона. Но в начале, конечно же, много людей к тебе не перейдут. Но если мы скажем, перейдите, просто так, может быть, заинтересуется, девчонка, старается. И очень интересно. Давайте посмотрим, какие были ролики до этого, а какие ролики будет снимать Юлия после того, как именно я все расскажу ей, донесу до нее, вынесу, занесу и поднесу на блюдечки все те лайфхаки, которые она узнает и узнаете вы. С чего начнем? Начнем с самого видео. Вот я снимаю видео, я его смотрю, и мне немножко скучновато. Потому что мне кажется, что какая-то тема по психологии, человеку, который не суперсильно в эту тему погружен, что ему скучно. Как сделать так, чтобы твой рассказ, во-первых, как сложные вещи доносить простыми словами, а во-вторых, как заинтересовать своим рассказом пользователя. Поехали. Стори-теллинг. Каждое твое повествование, пускай это будет психология, пускай мы будем говорить о недвижимости, пускай мы будем продавать себя как юристы, неважно что. Та история, которую ты должна поведать, и неважно, пускай это будет видео 30 секунд, минута, полчасовое видео, надо, чтобы это была живая, настоящая история. Ты должна создать рассказ, у которого есть своя экспозиция. Какая экспозиция, сейчас мы об этом поговорим, но прежде чем мы начнем говорить об экспозиции, поговорим о том, какую ключевую идею содержит этот фрагмент. Повторюсь, неважно, 15 секунд, 3 минуты, полчаса должна быть ключевая идея. Ключевая идея очень отличается от цели, потому что твоя цель, что сделать этим видео? Заманить клиента, продать ему свою услугу. Эта цель, она меркантильная, она корыстная, в голове ее не должно быть вообще. Ты не должна думать никогда о том, что ты это делаешь ради бабла и ради того, чтобы была какая-то замануха. Нет. Ключевая идея, она отвечает на вопрос, ради чего я это делаю. Опять-таки, это не цель. Мы это делаем, понятно, дело из-за бабла. Или чего-то там еще, каких-то своих амбиций еще, помимо меркантильных. Ради чего это нужно и мне, если я это, и зрителю, какой он получит прям кайф и как это решит его проблему. Это то ключевое, что будет решением твоего спича, тот лайфхак, который ты даришь. Но этим лайфхаком не нужно разбрасываться сразу же. Если ты в этом видео скажешь, а сейчас я скажу вам, что вот это я сделаю, и будет вот так вот делается. Все. Так нет? Я говорю, до свидания. Все, что ты будешь говорить, как психолог, это банально. Это все банальные вещи, и люди говорят, мы знаем об этом. Иди чеши другого кого-нибудь. Но когда ты эту банальную вещь поткнешь в классную историю, вот тогда она... Это как кино. Ты вот кино смотришь, ты всегда знал, что нужно быть вот таким челом. Но кино в своей вот этой вот художественной херне тебе нарисовало то, что... Вот тебе пример. Как эта мелочь может тебе помочь. Ну как сделать это классное кино? Давай об этом побазарим. То есть у тебя есть ключевая идея. Да? Да. Экспозиция. Ты быстренько погружаешь в историю. То есть мы с тобой сидим. Так что, всем привет, сразу начну. Сегодня звонит мне с утра подружка. Именно называть не буду. И ты начинаешь рассказывать ее кейс. Ее проблемный кейс. Ты дала замануху, что это живая история, извини меня. Если ты пример, это вкуснее. Мозг тебе может сказать, про себя не говори. Да, это такая этика. Это этика. Это уэтика. Я хочу с живым человеком общаться на эту тему. Кто так же это испытал, это протренировал и сказал, вот так вот. А у меня это было вот так. Это может быть история не вчерашней давности, а это было три года назад тому. Ты не всегда была святой психологиней. Не всегда. И поэтому мы делали много косяков. Мы люди все. И поэтому делиться даже своими косяками, даже которые есть сейчас, не стремно. Но мы хотим рассказать, как мы это преодолели. И как эта маленькая вонючка, которая является ключевой идеей всего, про которую вы думаете, это банально, как она мне помогла, извини меня. И вот тут, в началке, мы понимаем, что это будет интересная история. От того, что ты транслируешь, что как будто это твоя история? Не важно. Не важно. Обычно просто история. Не знаю. Или ты прочитала в газете, или увидела рекламу, увидела эту сучку, либо кино. Я так и пишу. То есть у меня, я так и пишу. Вот здесь я прочитала, вот здесь у меня был такой опыт. Все, о чем я пишу, это мой личный опыт. Но я не совсем даю понять, что это про меня. Потому что есть вот эта этика именно с психологией. Ладно, хрен с ним. Если у тебя есть какая-то этика, твои загоны в голове, оставайся с ними, рассказывай про кого-нибудь другого. Сочиняй просто историю, что вот позвонил брат, позвонил сват, позвонила подружка, сеструшка. Неважно, это кейсы. Да, хорошо, кейс такой. Позвонила подружка, она испытывает трудности в отношении с матерью. Начинается. И вот она тебе рассказывает. Смотри, какие могут испытывать люди трудности по отношению к матери. Это проблема. Это вот вся беспонтовая чушь, которая сидит у человека в голове, который вот думает, что у него все плохо, да, ему нужно как-то вот себя как-то сейчас обогатить, чтобы просветлеть, развеяться, и чтобы депрессия прошла. Проблем-то много. И вот есть, например, с матерью. И ты начинаешь. И подружка говорит. Она там матери эта сказала, мать той сделала. Да, да, да. Ты начинаешь посвящать в эти проблемы. Прямо рассказывай. И чем больше ты расскажешь проблем, тем больше ты зацепишься любой аудитории. Потому что у меня такая же проблема, а тут ты меня поймала. Да, да, да. У меня такая же была хрена. И вот ты рассказала около 10 кейсов. Семен, ну пускай это будет у нас видео 15-минутное, допустим. Минутное или секундное? 15-минутное. Давай, ну сейчас у нас экспозиция. Мы говорим про экспозицию. Извини меня. Может, это публичное выступление. Хрен его знает. И вот ты начинаешь описывать много-много проблем. Ты прям выискиваешь эти проблемы, которые есть. Этим ты заманиваешь, что все говорят, да, так и есть. Ты еще можешь подкалывать, что это нормально. То есть, ну как бы ты прикалываешься над тем, что как бы, да, вот мы так и живем. Это нормальная тема. Ты вот лепишь, и все говорят, да, и всем уже нравится, что у нас у всех одна такая большая проблема. Всем это нравится. Все чувствуют свою причастность. Да, 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 короче. После этого, как только ты все описала, начинается этот переходный момент, когда ты переходишь, а ведь хочется, конечно, чтобы было и так. И ты делаешь все очень легко. Все те проблемы, которые у тебя были, ты про них опять начинаешь рассказывать, но уже рассказываешь в ключе. Вот да, так. А вот представляете, если бы было вот так. Обратная сторона, которая хорошая, которая добрая. И люди такие смоются, такие, а, ну, они, 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 они поражали. Я просто существовал. Молодец, вижу. А хорошее чувство юбора, у девищек, я ей-бога. Я им мало пользуюсь. Ладно, смому положу, пользуюсь. Ты начинаешь переворачивать всю историю. Я, как зритель, это уже начинается кино, где у меня начинают течь слезы, потому что, да, вот, конечно, хотелось бы жить, жить, ну, как бы, да, и все. И композиция меняется, да, уже происходит эта лилическая тема. И я уже, как зритель, говорю, действительно, да, я хочу так. Да, я хочу, сука, так. Да, вот мы живем как вот так вот, а мне хочется вот так. И это касается любой сферы. У меня, вот, как ты говоришь, вот такое ощущение, кто это будет слушать. Ой, это, давай, подожди, это отдельный разговор. Это уже этап предпредел. Подожди, подожди, нет, сейчас мы говорим о экспозиции. Давай договорим до конца, потому что это тема урока. А потом мы уже будем говорить о том, что за тараканы полутят в голове. Это отдельная история, она не связана с экспозицией. Мы проблемы перекрасили в радужный цвет. И все. И я, как зритель, теперь хочу услышать. Ну и как? Ну и что же мне делать? И вот ты даешь ему эту движуху. И ты прям ух, ух. И ты каждую проблему доказала, что это уйня может сделать. И доказала кейсами. Доказала примерами, которые есть. И пускай это будут примеры, может быть, и не твои. А ты можешь и признаться, что это не мои. Но есть так. Давайте уж к гадалке-то ходить не будем. Извини меня. И все. И ты дала эту прям ключевую идею. И как бы все, до свидания. И дальше ты просто подытоживаешь. То есть ключевая идея, бах, выстрелила. И дальше ты завершаешь тем, что решаешь опять те проблемки. Вот было все херово. Мы хотим вот так. И мы посередине вставляем вот это. И это вот так поворачивается. Так винчивается. Все ты этим добиваешься. И до свидания. Это вообще, это экспозиция всего рассказов, фильмов. Вот посмотри на фильм, любой. Это будет вот такая композиция. Это для того, чтобы была замануха. Для этой конкретной заманухи. Потому что если мы в этом кино покажем сразу же концовку, то никому нахрен это не будут слушать и смотреть. По экспозиции это действительно именно так. А дальше уже все твои режиссерские какие-то задумки, как вот действительно эту экспозицию внедрить в видео 15 секунд. Ну, тут уже опять-таки дело практики. Если вначале это было как какой-то алгоритм, который я вспоминал, потом ты начинаешь чесать уже в этом же стиле. Ты просто чешешь, начиная с истории. Потому что это интересно, это и есть сторителлинг. Если вы смотрите TED Talks, эту передачу, она клевая, она классная. И порой там бывают очень интересные спикеры, которые вообще не спикеры, по идее. Они компетентные люди в каких-то вещах. И они рассказывают о том, чего там они достигли, узнали там и придумали. Но они не ораторы. Но у них классная движуха, потому что им профессионалы, а там TED Talks, они прям с ними работают. Вот я так и хочу. Они работают с людьми, чтобы они говорят, мы придумали вот такую тему. Это вот потому что это вот так засовывается. А сценаристы TED Talks говорят, успокойся. И вот они делают историю, понимаешь. И все, исторителлинг TED Talks, он заточен только на историях. Там не будет тебе никакой движухи, где будет чувак какую-то лекцию читать. История. У каждого должна быть история, кто занимается разведением, произведением своих ютубов, инстаграмов. И вы снимаете видос. Круто, спасибо. Так, ну давай дальше тогда. Мы сейчас очень затрагиваем серьезную тему. Давай на паузу нажмем? Можно на паузу нажмем? Мы нажимаем на паузу. А, а давай это будет просто потом вторая серия. Давай. Давай. Все, да, нас просто отвлекают тут конкретно. Поэтому мы сейчас немножко передохнем, выпьем чаю с имбирем, махнем на рыбалку, сходим в туалет, но худой-то конец. А потом вот продолжение этой истории. Да. Второй части. Вы можете сейчас в описании посмотреть, что она делает. И потом посмотреть, что она будет делать, потому что я надеюсь, то, что... С моей стороны делал отлип один. Я надеюсь, надеюсь, что эта лекция не прошла даром, и ты уже понимаешь, как делать классные посты. Спасибо. Посмотрите, если она будет делать неклассно, можете писать ей галимые комментарии, хейтерить и в бан, в бан, в бан. Все. Это было Жопа Шоу. В описании также есть мой сайт, где вы можете узнать, о чем же я могу быть вам полезен. Или о регион. Потому что помимо того, что я могу быть полезен в области ораторского мастера, а я мастер своего дела, как вы уже поняли. Видите, я соображаю, я пищу. Не просто, все знаю, я только олег. Свадьба. Корпоратива. Корпоратива. Это все ко мне. Специалист, как говорится, мастерства. В описании все там ценники, расценники есть там. Все будет. Это для этого. О продолжении мы будем говорить уже о страхе, о том, как побороть волнение. Все это говно мы поговорим. Если вы увидите на аватарке, увидите ее лицо, мое лицо, будет написано Жопа Шоу. Это продолжение про страхи, значит. До свидания. До свидания, скажи. До свидания. Все-таки кто-то может подпишется к тебе. До свидания. Просто нет никакого желания. Для чего делать? Чтобы хоть перешли три человека. Подписывайтесь на мой инстаграм. Псисиколова. Псисиколова. Псисиколова там она. Перешли Псисиколова. Псисиколова. Будет в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok